Я работаю в Гайвиш. Самым интересным намного взглядом в деле, отделе изучения галактики и переменных звезд. Соответственно, шкала расстояния это наша, окрайне частично, наша тема. Вот мы сегодня про это с вами и поговорим. Собственно, как избирать Вселенную от самых маленьких масштабов и до самых больших двух краев видимой Вселенной. Вот мне сразу интересно, есть ли у вас какие-то идеи на этот счет? Как поверить расстояние, если вот не здесь в классе, там кикладовые линейки, я глюну подальше, куда мы можем протянуть нашу рулетку, там метр. Основные просто идеи. Есть какие-то? Что можете? Волны отправить. Замечательно, да. Волны отправить. Лучше всего, конечно, световые или радиоволны. Еще какие идеи есть? Волны можем отправить. Действительно, это радиолокация ближайших планет Луны. Да, что еще? Посмотрите, возьмем какую-нибудь звезду, будем измерять допарм звезды. Ну, где две звезды, тогда в некоторых районах становится светлее, в некоторых районах темнее. Ну, это хорошо, да. Ну, и по этим периодам... А расстояние как-то остается? Вот насчет периодов хорошо, да? Мы об этом тоже с вами поговорим. Это будет называться цифинина наша. Ну, хорошо. Итак, мы вспомнили, что вообще расстояние на Земле в малых масштабах мы измеряем с помощью такой вот стандартной линейки, называется эталонный метр. До некоторого времени он хранился, вот такой пример, вот такой недеревянный, хранился в палате мер весов. Мы можем просто-таки кладывать наши линейку вдоль стола. Вот сколько раз вложилось, столько метров. Это все просто. Когда у нас расстояние чуть-чуть побольше, скажем, нам нужно взлететь расстояние, там, из деревни А в деревню Б, мы можем сесть на велосипед или на телегу и поставить счетчик наше колесо, который будет просто считать количество оборотов. Посчитали, нам счетчик показал, что у нас там 5000 оборотов, а как перевести все это в километры? Здесь мы сталкиваемся впервые с калибровкой. Вот это слово мы сейчас будем все время говорить, вот это очень важно. Мы просто берем, меряем метром, там, нашей линейкой, радиус колеса, считаем длиннокружности и можем легко перевести обороты в длину, которую нам нужно было измерить. Дальше, что еще можно мерить? Можно мерить время. Берем металлонного зайца, запускаем его по нашей дистанции измеряемой, меряем время, на которое он ее проходит, и, зная скорость зайца, можно, соответственно, множив одно на другое, получить расстояние. Но, как известно, зайцев таких не бывает, они бегают по-разному, поэтому в качестве металлонного зайца мы используем, конечно же, свет. Чему равна скорость света в вакууме? Я хочу подчеркнуть, что в вакууме, потому что в средах свет распространяется с другими скоростями, с меньшими, но это нас сейчас не будет сильно интересовать. Вот скорость света в вакууме. 299 миллионов 792 тысячи 458 метров в секунду ровно. Почему ровно? Точнее, не считали. Нет, когда мерили с помощью эталонного метра, получались еще некоторые десятые доли. Но потом решили просто поменять эталон. Вместо метра мы теперь просто берем в качестве эталона собственной скорость света. Мы уже говорим, что метр, и это такое расстояние, которое свет проходит вот за такую дулю секунды. То есть теперь уже мы больше скорость света не меряем, а мы теперь меряем просто метр. Каждый раз по-на-по-ну, мы его переопределяем. Ну и вот, зная скорость света с хорошей точностью, мы можем вот наш свет запустить, скажем, до Луны или радиоволны, которые идут с той же скоростью запустить до ближайших планет, до Венеры, до Марса, достреливали до астероидов даже, получить ответ, померить время, какое сигнал вам нужно, чтобы пройти дважды путь, и вот мы получили расстояние. С Луной вообще хорошо. С Луной на Луну устанавливали специальные уголковые отражатели. Знаете, что это такое? Да. Ты знаешь, да? Зеркальный кубик, три грани под 90 градусов. Если внутреннего лазера посредить, попробуйте, то ответ всегда придет вот в ту точку, откуда мы лазерно посветили. Поэтому нам там не нужно искать отражение черти льви в нашем пространстве. Вот поставили уголковые отражатели на Луну и померили уже с точностью лучше, чем сантиметр такое расстояние. Это здорово, но, к сожалению, такая точность нам дальше, увы, не приходится. Дальше мы уже будем говорить про очень большие ошибки. Что делать дальше? А дальше мы вспоминаем, что у нас еще есть геометрия, которая известна с давних времен, и очень хорошо знали геометрию древней греки. Вот так вы думаете, что они думали по поводу формы нашей земли? Плоская. Плоская там на китах, на слонах, вся эта ерунда неправка. Древние греки практически не сомневались в том, что наша с вами земля – это шар. И даже, к большому счету, высказывались идеи, что, возможно, земля вращается вокруг своей оси, да еще и вокруг Солнца. Но эти идеи уже не были приняты обществом. Но то, что наша земля – шар, это сомнение вызывало мало у кого. И вот на основании этой идеи известный такой ученый, древнегреческий, Иратосфен, даже померил с хорошей точностью радиус Земли. Как это можно сделать? Вот он догадался. Идея, да. Что будем использовать? Идея от земляного уния. И дальше. Это мы уже говорим про расстояние до Уни. Там тоже были всякие попытки. Это хорошо. Но сначала нужно землю померить. Настая геометная. Нарисовано вот здесь. Вот наш земной шар. Современный. Представляем, шар он и есть шар. Мы берем два города. Конкретно Иратосфен взял два города. Это Асуан или Сиена в Египте. Интересен этот город тем, что он находится строго на северном тропике. Чем интересен северный тропик? Круг такой, знаете, есть малая земля. Есть экваторы, есть полярные круги, есть северный и южный тропик. Чем выделяются тропики? 22,5 градуса. Почему? Откуда такое число? Даже не очень-то круглое. Его широта. Да, ты назвал. Сколько раз в Зените в году бывает Солнце на экваторе? Два раза в год, в дни равноденствия. Посмотрите, почему. А вот на северном тропике один раз в год. То есть на самом деле северный тропик – это самая северная широта, где Солнце бывает в Зените. Один раз в год, в день летнего солнцестояния. То же самое про южную тропику, только наоборот. Так вот, действительно, в сиене Солнца бывает в Зените, в день летнего солнцестояния, в полдень. Это было заметно потому, что Солнце умудрились увидеть из довольно глубокого колодца. А если у нас Солнце не видеть, мы его не увидим из колодца. А в Александрии, которая находится к северу, Солнце из колодца не видно, уже никогда. Это уже широта более северная, чем тропик. Что интересно, в этих два города расположены строго по меридиану. И достаточно близко друг к другу, между ними можно померить было расстояние, просто запустив там повозку, в общем, с теми методами, которые использовались в то время. И вот мы смотрим здесь два угла. Вот мы залезаем в нашу сиену, это зенит, вот направление на зенит, а это направление на Солнце. Вот угол Z, два, это так называемое зенитное расстояние Солнца. В другом городе, в более северном Солнце, в тот же момент, самый будет находиться несколько ниже, то есть под большим углом к зениту. И разность этих зенитных расстояний будет равна чему? Будет равна разности широк местности. Это понятно, да? Вот широта, вот это угол, вот такой вот широта одного города, это угол, вот он, широта другого города, вот он угол. Понятно, да, разность? Широт равна разности зенитных расстояния Солнца. Но дальше все, мы имеем одну линейную меру, померили вот это расстояние, получили радиус Земли. С какой же точностью Эротосфен в третьем веке до нашей эры померил радиус? Ну, честно говоря, мы этого не знаем. Поскольку мерил он, точнее не радиус, а длинную, но меридианом, он мерил стадии. Получилось у него пять тысяч стадий. А стадии были разные в то время, ну, вот скажем, был греческий стадий, был египетский стадий, но они очень, они довольно близки между собой, и чтобы мы не взяли, все равно мы получаем результаты Эротосфена очень близки к нашему современному значению, потому что, вот сейчас мы померили совершенно новыми нашими методами, надежными. То есть, это точность 10%. Хорошо, да, для тех, которые думали, что у нас Земля стоит? Да, это не так. Что же мы делаем сейчас? Действительно, в Солнечной системе мы можем запускать лазерные лучи, вот до Луны, радиолокации, но лишь до ближних планет. Когда уже дело касается, скажем, Юпитера и более далеких тел, тут уже с лазером не получится, ничего, нужна опять геометрия. И вот геометрия, это достаточно простая, это метод суточных параллаксов. Вот наша Земля, вот радиус Земли, который мы уже знаем, вот какая-нибудь планета, до которой мы можем, хотим померить расстояние. А вот угол П, это и есть суточный параллакс планет, то есть это, по сути, угол, под которым планеты мы увидим радиус Земли, понятно, да? Ну, а дальше очень простая геометрия. В общем, этот угол можно достаточно легко перевести в линейное расстояние от Земли, скажем, от центра Земли до планеты, просто зная радиус нашей Земли. То есть мы можем либо одновременно померить этот угол, понаблюдав планету с двух противоположных точек Земли, или просто полосу только подождать, если планета не очень быстро смещается, и два раза померить ее положение. Мы дальше еще про параллаксов поговорим подробнее, когда про звезды поговорим. Итого, в Солнечной системе мы знаем настояние с высокой точностью, используя вот такие вот известные методы, методы суточного параллакса, да, вот то, что мы с вами увидели, радиолокацию, ну, а также, конечно, законы Кеплера. Кто помнит законы Кеплера? Видите, закон Кеплера? Отношение периодов, да, отношение радиусов. Так вот, этот закон позволил сначала вычислить с хорошей точностью расстояние в Солнечной системе выраженные в радиусах орбиты Земли, и только потом уже, вот, применяя остальные два метода, смогли уже и посчитать, собственно, радиус орбиты Земли, и все это выразить уже в километрах. Что же у нас получается на сегодня? Радиус Земли, вот он, 6400 километров в среднем. До Луны у нас укладывается примерно 60 диаметров Земли. Это близко, но все же далеко. До Солнца сколько? 150 миллионов километров, к примеру. И вот это значение мы будем использовать для дальнейшего построения шкалового расстояния. Это очень важное значение, и настолько важное, что даже ему присвоили название астрономическая единица. Наверное, вы об этом слышали? Вот. И вот это расстояние до Солнца, до ближайших нам звезды, уже свет идет 8 минут примерно. То есть представьте себе, что у нас вдруг Солнце потухло, не дай бог, но мы об этом даже не узнаем первые 8 минут. А дальше, что у нас дальше? Вот давайте посмотрим на Солнечную систему. Вот такая известная картинка из Википедии. Она сделана в логарифмической шкале. Я думаю, что вы знаете эти функции, да? Чтобы уместить здесь большое расстояние, вот мы рисуем таким образом расстояние. Вот Солнце, вот Земля одна, астрономическая единица. Дальше что у нас? Все планеты известные Солнечной системы. Потом поиск Койпера. Поиск Койпера, где, собственно, сейчас находится, где находится Плутон, Харон и еще там другие малые тела. Это вот расстояние примерно 50-100 астрономических единиц. Но это еще не граница Солнечной системы. Дальше у нас идет граница гелиосферы. Что это такое, кто знает? Вот чем определяется гелиосфера? Мы внутри, а есть еще что-то снаружи. Все остальное снаружи. Ну, собственно, это... Да, они доходят уже солнечный свет. Солнечный свет доходит очень далеко. Мы же видим другие звезды. К нам он доходит. Но самое главное, что от Солнца не только свет идет, но еще и солнечный ветер. Вот, поток плазмы. Гелиосфера, я просто показываю вот примерно ее расстояние, ну, скажем, 100 астрономических единиц. Выкаю, что все еще это Солнечная система. Гелиосфера, это такая сфера, где Солнечный свет преобладает над галактическими всякими магнитными полями. Понятно? То есть где-то еще наша защита от галактического поля присутствует. Здесь сейчас находится самый далекий сделанный человеком аппарат Voyager. Вы слышали? Он уже преодолел границу гелиосферы. Он первый. Но тем не менее, он все еще находится в Солнечной системе. Солнечная система еще дальше распространяется. До так называемой сферы Хила. Или до границы, скажем, облака Оорта. Что это такое? По сути, это расстояние, на котором была гравитация Солнца больше, чем в поле нашей галактики. Вот так вот можно определить. И это уже очень далеко. Это гораздо дальше успел улететь наш Лоджер. Это уже где-то 50-100 тысяч астрономический единиц. Видите, другой порядок. Ну, а дальше еще два порядка и ближайший на марта Центра. Полетим? Полетим. Ну, это тоже вопрос. Хорошо. Так вот, надо как-то дальше мерить расстояние. Дальше радиолокация у нас не бьет. Суточный параллакс тоже не бьет. А что бьет? А бьет тоже параллаксы. Но уже когда мы будем с вами рисовать треугольник, основание которого будем закладывать не радиус Земли, а вот эту самую астрономическую единицу, то есть радиус земной орбиты. Вот теперь немножко подробнее про параллаксы, потому что на этом стоит вся загрузная астрономия и все, что дальше. Вот представьте себе Солнце, Земля движется вокруг Солнца. Вот мы помеяли, посмотрели, какую-нибудь звезду довольно близкую к нам скажут зимой, увидели ее на фоне далеких звезд, а лучше даже там базаров, галактик, которые совсем далеко, потом посмотрели на нее же через полгода, просто мы увидели немножко смещенные изображения звезды. Вот этот вот угол, по сути, это угол, под которым мы с этой звезды будем видеть радиусную орбиту. Вот он и будет параллаксом нашей звезды. Понятно, что чем дальше от нас измеряемый объект, тем у нас будет меньше его параллакс. Тут простой треугольник получается, прямоугольный, отношение радиуса земной орбиты к расстоянию до звезды это примерно синус угла вот этого вот, а когда у нас угол маленький, то он просто пропорциональный самому углу выраженному градиану. То есть параллакс, он обратно пропорционален расстоянию, которое мы сами измеряем до звезды. И это, конечно, вводит на идею ввести еще одну единицу измерения расстояний какую? Чем мы меряем расстояние между звезд? Парсека. Парсека, да. Парсека это параллакс в секунду. То есть парсека это расстояние, с которого радиус земной орбиты видят под углом в одну секунду другие. И вот на таком расстоянии звезд еще нет в другую. Так, ближайшая там звезда пропсина Центавра, она уже немножко дальше, больше парсек в другую расстоянии. Ну, когда мы будем говорить про расстояние больше, уже внутри нашей галактики нам потребуются килопарсеки, для измерения межгалактических расстояния нам будут мегапарсеки, ну и для измерения доступной нам части Вселенной уже будем использовать гигапарсеки. но самое главное надо понимать, что параллакс это вот такая маленькая влечина в смысле угла одна секунда это довольно мало. Вот давайте еще раз посмотрим, что же такое одна секунда. Вот одна секунда действительно это маленький угол, под которым человеческий волос вот такой примерно среднего средней толщины видела с расстояния 20 метров. Вот вы увидите 20 метров волос? Один, наверное, нет, но тем не менее такие углы мы научились измерять уже довольно давно с Земли с помощью наземных телескопов. Когда мы говорим про килопарсеки, на такие углы мы тоже верим, это уже речь идет про миллисекунду. Вот под таким углом в одну миллисекунду мы видим волос с расстоянием 20 километров. Для земной техники это уже невозможно, но почему бы не использовать и космические аппараты тоже. Всего Земли собственно надежно достаточно годозмерно около 10 тысяч параллаксов, а это означает, что мы имеем прямые измерения расстояния до звезд. Это очень важно, потому что с временем будет дальше довольно сложно. Но когда был запущен спутник гепарх, вот с нас в честь триалитетического астрономия гепарха, вот он здесь нарисован, возможно, о нем слышали, все уже изменилось. Даже сейчас мы говорим в астрометрии про эпоху до гепарха и эпоху после гепарха, потому что спутник к астрометрическому удлился намерить хороший точный параллакс около ста тысяч звезд. Это, конечно, много. Самое главное, что теперь мы можем расширить трехмерную карту, которую мы строим для нашей галактики, до одного килопарсета. Это уже хорошо, это мы уже имеем, но этого мало. Конечно, этого мало. Вот здесь вы видите представление, современное представление строения нашей галактики, вот здесь Солнце, вот здесь центр галактики, и тут уже восемь с половиной килопарсет. А сколько световых лет в центре галактики? Один парсет, это три с четвертью световых года. Дальше сами сможете посчитать. Ну, в общем, довольно далеко. На самом деле, в световых годах мы, конечно, расстояние в основном не меряем, вот так вот, но так, чтобы сравнить, можно и перевести тоже. Что делать дальше? Хочется получить хотя бы карту трехмерной нашей галактики, путем прямых измерений. Ну, дальше мы все надежды возлагаем на следующий наш аппарат, на гею, который запустили. К счастью, успешно, прямо хочется по герну постучать, потому что на нее, конечно, очень серьезные надежды возложены и надеемся, что до 2020 года она измерит уже миллиард звезд, примерно, с хорошими пролаксами с точностью до 10 микросекунд. 10 микросекунд другие, под таким углом мы увидим наш волос с расстояния от 2000 километров. Это кажется совершенно нереально, но, тем не менее, это возможно для космических измерений. И вот тогда мы уже сможем построить, я очень надеюсь, уже случится, вот опять наша галактика, трехмерную карту по прямым измерениям. Вот уже такую большую часть нашей галактики, пусть это Солнце, это центр галактики, где-то вот здесь вот даже, мы построим вот на 10 километров по всем сможем построить карту. Это будет здорово, но на это остается только надеяться. Но понятно, что наша галактика это не единственный объект нашей Вселенной, есть еще и другие галактики, как быть с ними? Сможем ли мы дострелить и до них прямыми измерениями вот этот угол? Вот, увы, нет, а дальше остаются совершенно принципиальные проблемы, уже не связанные с нашей техникой, а связанные со структурой пространства-времени. В чем проблема? Кто понял? Долгие задышные. Ну, вообще говоря, масса, да, масса в нашей Вселенной решает, что она делает с нашим пространством? Выстреляет пространство. Поэтому, по большому счету, луч света это не прямая пространство, это какая-то такая вот да, извилистая линия, если масса не очень большая, то она вот просто будет извилистой, и тут с какой точностью не мере углы, они вам уже мало что скажут о том, в каком расстоянии находится от нас объект. Вы есть принципиальные проблемы, ну и дальше придется что-то еще изобретать. Но, как ни странно, прямые способы измерения расстояния вот такими годичными параллаксами не исчерпываются. Еще можно использовать звездные скопления. Что такое звездные скопления? Это группа звезд, которые родились одновременно, это очень важно, родились одновременно, первые, второе, они имеют один химсостав, это тоже важно, и третье, они связаны как сон, они движутся с одними и теми же скоростями пространства и от нас находятся на одном и том же расстоянии. Скопления бывают шаровые и рассеянные, шаровые, они более массивные, более старые, рассеянные, наоборот, но в данном случае нас будет интересовывать именно рассеянные скопления. как можно прямым способом померить расстояние до рассеянных скоплений? Мой рекомендарь. Диаметр, хорошо, и на самом деле диаметр шарового скопления связан с его светимостью, но это будет косвеный метод. А по рассеянным скоплениям, по близким к нам скоплениям, можно померить расстояние, опять же, напрямую, довольно изящным способом. Вот представьте себе что скопление, которое от нас не очень далеко, мы, вот, гиады, во-первых, движется в пространство с некоторой скоростью. А это действительно так в нашей стране галактика вращается, и в Солнце движется в нашей галактике, и у нас есть неплохие относительные скорости с некоторыми близкими к нам рассеянными скоплениями. Вот если мы смотрим на дектора скоростей рассеянного скопления, откуда-то издалека со стороны мы будем видеть такую картину. Но поскольку мы с вами где-то тоже в галактике находимся не очень далеко, то на самом деле мы будем видеть вот такую картину. Представим себе там дорогу, море Эльсы, которые сходятся где-то вдали, мы видим такую перспективу. И то же самое будет с направлениями перемещения звезд скоплений. Мы увидим, что они где-то там вдали, в другой точке неба сходятся в радиант. Эту точку мы замечаем. И вот дальше, используя информацию о том, где у нас на небе радиант, и как... Кстати говоря, что мы здесь можем померить? Вот это нужно всегда себе такой вопрос задавать. Что мы можем померить для скопления? Мы можем померить перемещение, угловое перемещение звезды, там, вот вековое по небу, находим, в гинзвезд, это называется, собственно, движение. Она меряется в секунду в год, в секунду в ги-год. И что еще можем померить? Самое важное, мы можем померить и лучевую скорость тоже, то есть линейную скорость, с которой звезды скоплений от нас удаляются или приближаются. Как это можно сделать? На основании чего? Мы пока запомним, что это возможно сделать, об этом мы потом поговорим, когда будем разговаривать дальше про Вселенную. Вообще-то, это возможно сделать, по спектрам это не так сложно. Итак, вот как только для астронома звучат две вещи, линейная скорость и угловая скорость для одного и того же объекта сразу же в голове звенит такой звоночек. Ага, раз мы получаем две эти причины из наблюдения, значит, можем оттуда вытащить расстояние. Действительно, вот для таких скоплений расстояние вытаскиваться не так уж и сложно. Вот можете по-моему написать, но главное понимать идею. То есть, если мы знаем направление на радиан скопления, точнее, Солнца, это направление на антиадиант, направление на конкретную звезду скопления. Вот есть некоторая скорость, в которой реально вектор скорости движется звезда в пространстве. Мы можем померить включенную скорость вот в р в километрах в секунду и можем померить вот мы в километрах в секунду напрямую не меряем это адвенциальную скорость, но соответствующее собственное движение в секунду, в какие-то год мы можем померить. Дальше применяем несложную формулу и вытаскиваем непосредственно расстояние. Это тоже прямой способ измерения расстояния до скоплений. Проблема его только в том, что скоплений близких мало, увы, и, по сути, надежное расстояние, вот таким образом, получено только для геата. Что делать дальше? Ну, а дальше, увы, у нас кончаются прямые методы, но мы кое-что знаем о наших объектах, и можем пытаться использовать, например, метод стандартной свечи. Здесь, наверное, идея понятна. Если у нас есть ряд одинаковых фонарей, то мы можем отличить, померить расстояние до светильника, просто измерив его поток. Точнее, освещенность, которую он будет создавать в месте измерения. Вот простая очень схема, которая показывает, почему у нас освещенность, то есть поток энергии, проходящий через видимость площади, зависит от расстояния, как квадрат. То есть вот у нас источник света, на какой-то площади радиусом r наши фотоны будут рассеиваться вот по этой площади, и чем дальше, тем площадь сферы больше, она будет пройти как квадрат расстояния, а значит поток световой, то есть количество фотонов, которые проходят через единицу, в площади будет падать как квадрат расстояния. Это метод обратных квадратов, он используется не только для света, но мы сейчас будем боять про фотометрию, любимую тему. В чем меряется яркость звезд? Как называются эти величины астрономии? Здесь все написано. Это звездные величины. Звездные величины. То есть реально, конечно, наши приборы, наши фотометры или ПЗС-камеры, они мерят освещенность. То есть они считают, скажем, фотоны, которые приходят в единицу времени от источника и проходят через аперту нашего телескопа. А дальше, вот с этим неудобно работать напрямую, с энергетическими единицами или с фотонами непосредственно, а дальше мы их переводим в логарифмическую шкалу. В нашей жизни эта шкала везде встречается, от звуков до яркости, ощущений, и выражаем этот поток в звездных величинах. Собственно, вот тот самый Гепард, в честь которого назван аппарат Гепардас, и ввел современную, почти что современную шкалу звездных величин. Что он сделал? Вообще говоря, у него была задача составить хороший каталог звезд. Можно было мерить их положение на небе с помощью, скажем, квадранта. Еще хотелось присваивать им еще какую-то звездную величину, то есть яркость как-то оценить. Вот он взял все звезды, которые видны на небе негруженным глазом, разделил их на шесть классов, на шесть групп, шесть звездных величин. Самым ярким присвоил первую величину, а самым слабым, видимо, негруженным глазом, по-другому, просто не было, шестую величину. И сейчас вот современное представление о звездных величинах вот такое. Если у нас есть два источника, которые создают освещенности Е1 и Е2, то 2,5 логарифку их освещенности будет равна разности звездных величин. Вот, понятная вещь, да? То есть получается, что если у нас, скажем, есть два источника, которые создают освещенность, отличающуюся в 100 раз, то между ними будет 5 звездных величин. Вот это удобная мера. Удобная мера для измерения вот освещенности здесь вот на земле. Но как нам оценить, сравнить между собой светимости различных звезд, например? Они от нас находятся на разных расстояниях. Ну вот, чтобы сравнить светимости, мы будем абсолютно звездным величину. То есть как бы мысленно отбегаем все источники света на одно и то же расстояние от нас, а именно на 10 парсек. Вот так мы договорились и мерим, в общем, видимую звездную величину источника на расстоянии 10 парсек. И что получается? Ну и получается, что, скажем, Солнце у нас далеко не самая яркая звезда. Если у нас на небе она занимает, какая у нас была значима Солнца? Минус 26, да, в общем, какая-то очень-очень яркая, но Солнце близко. Как только мы его отодвинули на 10 парсек, уже Солнце на нас светит всего лишь с 4,5, да, у нас звездная величина. Плюс 4,5, то есть гораздо-гораздо слабее. Но мы теперь можем сравнивать с разными звездами. А дальше, если мы откуда-то из каких-то физических соображений, там еще откуда-то узнаем светимость звезды, и вырезаем ее об абсолютных звездных величинах, потом померяем ее видимую звездную величину, вычтем из одного другое, вот эта вот разная звезда называется модуль расстояния, то оттуда мы уже достаточно легко сможем вытащить расстояние до звезда. Это понятно, да, что чем дальше мы сдать, тем будет больше модуль расстояния. И вот это расстояние оттуда можно уберечь. Если бы не было межзвездного поглощения, что мешает свету в нашей галактике? Что знают? Пыль. В нашей галактике есть газ, а значит и пыль, особенно в плоскости нашей галактики, все это концентрируется, темные облака на небе, на середине Млечного Пути, это, собственно, вот оно и есть. Здесь они поглощают свет, увы, причем сильно по-разному. И на самом деле в действительности форма для модуль расстояния, для связи модуль расстояния и расстояния в парсеках выглядит гораздо хуже. Она роль тоже простая, но этот вот член дополнительный, который здесь появляется, межзвездное поглощение, выпил много крови, кучий астрономов до сих пор продолжает это делать, поскольку оценивать поглощение межзвездное мы слегка научились, научились, но до сих пор это причина довольно серьезных ошибок по оценкам расстояния. Ну, что делать? Дальше просто совершилось над нашей методой. Дальше мы не будем пока говорить про поглощение звездных, отдельное небольшое тело, а просто еще раз прикинем, вот что такое модное расстояние, скажем, в ноль звездных величин. Вот если модное расстояние в ноль, значит у нас расстояние до объекта 10 парсек. Просто по определению, да? 5 звездных величин нам дают 100 парсек. 25 звездных величин – это уже 1 мегапарсек. Это далеко. Это не пределы в нашей галактике. Ну, так вот главный вопрос всей остальной части нашей беседы – это где найти стандартную свечу. Еще с нового времени пытались астрономы оценивать расстояние до звезд, исходя из того, что все звезды, как наше Солнце, светят, но и при этом ошибались во другого раз. Все звезды, увы, разные. То есть таким образом нам нужно найти по каким-то признакам особые или не особые звезды, узнать их истинную светимость и после этого, собственно, получать по таким звездам расстояние. Кому знакома вот такая картинка? Это одна из самых применяемых, часто встречающихся диаграмм в астрономии, в звездной астрономии. Это диаграмма звездной величина – цвет. Вот по оси горизонтальной, здесь цвет. Или показатель цвета – В-В. Что это такое? Это разность звездных величин, полученной в фильтре В, в семи фильтре и в зеленом фильтре В, в желтом зеленом. То есть получается, что у нас яркие, голубые звезды имеют маленькие, показатели В-В, это голубые звезды, а красные звезды вот здесь. Понятно, да? Кстати, с чем связан цвет звезды? С температурой. С температурой, да, конечно. Чем горячее звезда, тем она синее, конечно, вот сюда. Так вот, когда мы берем, вернемся к нашему гепархосу, который намерил кучу, как мы знаем, около 100 тысяч расстояния до звезд, вот мы берем эти звезды, раз мы знаем расстояние, значит, мы можем, померяя видимую звездную величину, вычислить ее и абсолютную звездную величину, ее откладываем, а вот цвет мерить гораздо проще. В пространстве у нас цвет не меняется, если мы забываем про звездное воплощение, то цвет измеренный на земле будет соответствовать цвету, испущенному нашим объектам. Так вот, на диаграмме оказалось, что на такой диаграмме звезды расположены не везде равномерно, а вот так вот кучкуется вдоль так называемых последовательностей. И уже эти данные можно использовать для того, чтобы прикидочно померить расстояние до некоторых объектов. То есть мы берем какую-нибудь звезду, меряем ее цвет, скажем, вот, не бывает другой цвет, это там типа синусы, что-то, померили видимую звездную величину, берем разницу между абсолютной звездой, вот такая она где-то будет, и видимую, и получаем расстояние. Все бы ничего, но неоднозначности здесь цветов довольно большие. Например, мы берем какую-нибудь красную звезду, вот здесь вот, и как нам отличить это, что гигант или карлик, ошибемся в расстоянии в 108-150 раз, если мы неправильно нашу звезду определим. Так что, конечно, такой метод, в общем, более-менее приемлемый для каких-то массовых оценок расстояния, но не очень хороший для точных. Значит, все-таки продолжим искать именно уникальные звезды. И вот тут мы уже вспоминаем про переменные звезды, про цифеиды. Куда от них деваться? Первая, следующая ступенька шкалы расстояния это будут наши цифеиды. Что такое цифеиды? Название, честь чего? Кто помнит? Там созвездие цифеиды было. Дельта цифеи, да? Свистоты цифеи, это прототип всех этих цифеид. Вот эта картинка, то же самое, что я раньше вам показывала, только схематичная. Это диаграмма, цвет величина. Ну, из петра, это ваша, на самом деле, то же самое. Вот здесь вот прочерчены условно последовательности звездные. Вот это называется главная последовательность. Звезда, когда она рождается, она загорается, оказывается вот где-то вот на этой вот последовательности. Солнце, улыбка, середина. От чего зависит положение звезды на главной последовательности в начале жизни? От ее стартовой массы. Самые массивные звезды здесь оказываются, самые маленькие, маломассивные вот здесь. Солнце где-то посередине, мы считаем, как. И большую часть жизни звезда проводит на главной последовательности, когда основные источники энергии в виде водорода в дыре работают. Но дальше, увы, кончается водород, и звезда уходит с главной последовательности вправо. Скажем, Солнце вот сюда пойдет. А звезды более массивные уходят не просто вправо, а еще нужно такие вот петли здесь нарезать. И попадают один или больше раз вот в эту вот область фиолетовую, которая называется полоса нестабильности. Это пространство параметров звезды таково, что здесь она правда нестабильна, и начинает пульсировать. И вот здесь вот, в этом месте находятся желтые светы гиганты, нестабильные, пульсирующие, собственно, наши цифеиды. Вы видите, что даже на этой диаграмме заметно, что у них вот звездные величины где-то должны быть близки между собой. Ну, правда, не совсем так. Давайте сначала посмотрим, как у нас пульсируется цифеида. Такая у нас симуляция есть. Действительно, у нее меняется довольно заметный радиус. Звезда раздувается, краснеет и при этом становится более слабой. Потом сжимается, синеет и становится более яркой. А за счет чего у него так происходит? Это нестабильность газового шага. Это меньше куда-то задать. Это вот собственные колебания. Там, кстати, есть с этим свои проблемы связаны, скажем, как и любой колебательный фронт, как и струна может колебаться в разных фронтах. А вот с лошалетой кто знает на струне, как получить на гитаре. Доставить колебаться гитарную струну в другой моде. Ну, попробуйте. Ну, это отдельная песня, это тоже есть такие проблемы. Но будем пока считать, что все колеблются в таком основном тоне. И вот мы берем нашу звезду, меряем ее в звездную величину, откладываем в зависимости от времени и получаем вот такую вот кривую блеска. Переводом цифеид где-то от суток до ста суток. Это довольно удобное время для наблюдений. И есть много цифеид, у которых мы хорошо прописали кривые блеска. Почему это так важно и так интересно? Интересно это тем, что у цифеид явно заметен заметна зависимость период светимости. В действительности все цифеиды разные, имеют звездную величину, разную светимость. Светимость можно определить, измерив просто период цифеиды. Что сделать довольно просто. Вот это зависимость, главный вариант зависимости период светимости. Чем больше период, тем ярче у нас цифеида. Таким образом, пронаблюдая цифеиду даже в соседней галактике, или даже не в соседней галактике, измерив просто ее период и среднюю по периоду звездную величину, мы сможем найти расстояние до этой галактики. Дело за малым, за калибровкой. Опять слово калибровка, как откалибровать все-таки точь у наших цифеиды вот эту самую период светимости. Сам на фронт этой зависимости сделать довольно просто. Мы скажем, берем галактику, где куча цифеид, они все примерно на одном расстоянии от нас, имеют разные периоды, и вот мы так вот можем хорошо прописать линию. Осталось ее подвинуть правильно по шкале Y, по шкале звездных величин, чтобы все-таки найти нульпункт этой зависимости. Кучу крови выпила этот нульпункт у островнов и до сих пор пьет. Что делать? Казалось бы, первое, что приходит в голову, мы берем параллаксы известные и калибруем с помощью параллаксов известных расстояния наши светимости. Как бы не так. К сожалению, даже гепархис в этом деле не очень помог. У нас нет, ну, цифеид, с надежными измерениями параллаксов. Увы, они вот все-таки от нас почему-то все довольно далеки. Тем более, что нам нужно иметь все-таки не одну цифеид, а несколько, хотя бы, чтобы прописать хорошо эту прибулу. Что делать? Ну, дальше мы вспоминаем, что есть еще звездные скопления. В России две звездные скопления, в которых цифеиды, к счастью, встречаются. А вот до звездных скоплений мы уже умеем определять расстояние. Помните, вот параллакс, там метод перспективы, дуги ад, расстояние измерили, до остальных не очень. Но и до остальных мы можем все-таки более-менее прикинуть расстояние, вспоминая опять нашу, мою любимую диаграмму. Вот это пример одного из звездных скоплений рассеянных, это 11, 11 куча звезд. Еще раз важно, звезд много, они все имеют один возраст, и они все находятся от нас на одном расстоянии. А значит, если мы не знаем расстояние до нашего скопления рассеянного, мы можем построить вот такую вот диаграмму, свет, видимая звездная величина, и все равно увидеть на ней последовательность. Вот она, главная последовательность, немножко такая отклоненная сверху, это связано с тем, что уже скопление не только что появилось, что самые яркие звезды, они уже проэкционировали самую пассивную. Но это не важно сейчас. Так вот, мы строим такую диаграмму для интересующего нас скопления, видимая звездная величина, свет. Берем такую же диаграмму для геак, например, у которых мы знаем уже обстанавливаемую звездную величину, померенную по групповому параллаксу, и просто двигая одну последовательность относительно другой, совмещаем по оси икрика, это понятно, да, получаем, собственно, разницу звездных величин, а значит, модуль расстояния интересующего наше скопление, а значит, его расстояние тоже. И вот таким методом уже можно померить расстояние довольно большого количества звездных скоплений, в которых нашлось, вы не поверите, всего лишь девять цифеидов, но вот до сих пор наша шкала расстояния в основном расстоянии на этих девяти цифеидах, это не девичьи, не они, мы на основном гулькум и можем двинуться дальше, вот куда дальше, уже в соседней галактике, вот это известная очень красивая галактика М101, здесь, наверное, видно, не видно, красные точки, это цифеиды, которые были промерены, для них были получены светлевые блеска в этой галактике и вот мы получили с хорошей точностью расстояние в нее примерно 7 мегапарсек, это уже гораздо больше, чем расстояние внутри нашей галактики, то есть мы с помощью зависимости период светимости получаем расстояние до других галактик, но не до всех, все же хочется еще и дальше двинуться, помогают более яркие звезды, именно сверхновые, и в первую очередь сверхновые типа 1А, что это такое, кто знает, очень новые, очень молодые, или старые звезды? Самые старые. Ну, не то, что, не самые старые, а самые старые, это маломассивные, но все же старые, что такое сверхновые, сейчас мы посмотрим, вот конкретно сверхновые типа 1А, которые лучше всего используют в качестве стандартных свечей, это, как ни странно, взрывающийся белый карлик. Белый карлик, и слышали, да, звезды белый карлик, и звезда не очень большой массы, что существенно у белых карликов есть предел по массе, вот это 1,4 массы Солнца. Больше белый карлик быть не может, больше он детонирует, а взорвется. Белый карлик, звезда стабильная, как увеличить его массу, чтобы он рванул? Ну, реально бы ставить сверхновую, да? Нет, это уже будет сверхновой. А на какой-нибудь звезду, да? В какую-нибудь звезду, да, например, если наш белый карлик был в паре, в двойной звезде, он уже стал белым карликом, а соседка еще звезда, а, значит, переходит на стадию красного гиганта, расдувается, и начинает вещество свое поставлять на наш белый карлик, и потом, когда достигнут предела, четверцы карлик, вот этого предела, газ сгетонирует, и белый карлик так хорошо взорвется. Сейчас, правда, другой сценарий предпочитает, сейчас я вам покажу, а именно два белых карлика. Давайте посмотрим, как это происходит, то есть, как это может происходить. Вот у нас два белых карлика, они вращаются и сближаются. Почему сближаются, когда они теряют энергию? Так, стоп. Вот они еще не сблизились, остановимся. Видели, что они сближаются. Почему? То есть, они сближаются, значит, они теряют энергию. За счет чего? Передачи газа. Ну, последние, последние новости осенние наши. Ну, гравитационные волны звучат, то есть, теряют энергию, при этом сближаются. Когда они уже совсем сблизились, уже теряют энергию, конечно, за счет предыдущих сил довольно сильно. И вот они, вот они поцеловались, видите, смелись и преодолели предельную массу для белого карлика и 10 миллиардов светимости света. Светимость, которая сопоставима, собственно, со свидетельностью целой галактики. А это означает, что мы можем сверхновые видеть очень далеко. Можем видеть очень далеко. И это очень здорово. Проблема только в том, что а, все-таки они взрываются не там, где мы хотим, а там, где они взрываются, и б, это случается довольно редко. если мы говорим про много, про большое количество галактик, это все-таки случается, каждый год или один раз. И С, нам что нужно сделать с этими сверхновыми? Прокалибровать. Опять же, нужна следующая ступенька шкалы расстояния, опять мы говорим слово калибровка. Так, вот что мы можем получить для сверхновой, когда мы ее измеряем. Желательно поймать ее в максимуме блеска. Это вот кривая блеска сверхнового. быстро увеличивается ее блеск, звездная величина, уменьшается, а потом она потихонечку, но довольно быстро все-таки тускнее. Здесь поймать сверхновой довольно сложно почти что невозможно, но тем не менее иногда удается мы ловим сверхновой немножко ниже, но можем восстановить более-менее кривую блеск и по максимуму определить максимальную звездную величину, которую остается откалибровать. И делать мы это будем, конечно же, по цифеидам, все-таки с цифеидами и галактиками. То есть галактик с цифеидами у нас довольно много известно, около 40 галактик с хорошими расстояниями мы знаем под цифеидом и в них же, в части из них мы встречали взрывы сверхновых типа 1А и одно относительно другого смогли откалибровать более-менее. Вот это уже здорово, потому что сверхновые нам дают возможность дострелить в определении расстоятий до половины видимо Вселенной, 7 миллиардов световых лет. Почему можем ли мы посмотреть за 15 миллиардов световых лет принципиально? Вселенной очень больше. 20 миллиардов можем посмотреть? Принципиально не можем. почему? Вселенной всего 12 миллиардов в 7 миллиардов то есть свет не успел бы дойти с тех областей, конечно. Но вот уже половина видимо видимо Вселенной мы можем с помощью сверхновых поймать, узнать уже всякие космологические параметры и выяснить, точнее изучить подробно как наша Вселенная расширяется. Расширяется Вселенная? С ускорением Вот об этом чуть позже. Да, конечно она не просто расширяется но еще и с ускорением То есть что это получается на пальцах? Если у нас есть две галактики чем дальше у нас идет время тем они не только дальше друг от друга но и быстрее друг от друга улетают. Вот если мы каким-то образом сможем померить скорость ударения галактики сейчас посмотрим как померить расстояние до нее то вот это будет пропорциональная такая пропорциональность так коэффициент называется ну кто знает аж аж постоянный ха было конечно вот тут тоже столько копий было сломано по поводу этой постоянной мы потихонечку ломаем дальше как меряем расстояние давайте сейчас вспомним как мы можем измерить скорость удаления или скорость при движении линейной то есть лучевую скорость при помощи эффекта топлера знаете об этом да? хорошо на пальцах да? вот у нас скажем источник есть волк любых звука или света или будут это волны там в поверхности воды пускай волна у нас будет распространяться во все стороны совершенно симметрично но если источник волк к нам движется вот мы здесь стоим к нам источник движется волна будет укорачиваться да? стоим с другой стороны от нас источник удаляется волна будет удлиняться если это цвет то что будет со светом когда мы смотрим на приближающийся источник куда уменьшается количество света уменьшается длина волны и свет будет становиться какого цвета красный наоборот синий синий да если удаляется то длина волны увеличивается мы получаем красное смещение слово наверное известно красное смещение вот с этого обозначают очень легко определяется как разница длины волны смещенной и не смещенной деленной на не смещенную длины волны как можно его померить померить его можно по спектрам что это такое линии поглощения длина волны меняется отсюда вот растет а это так называемые линии поглощения которые соответствуют каким-то конкретным химическим элементам газом ну да смотря чей спектр мы берем конечно и вот когда от нас источник удаляется у нас картинка линии относительно не меняется она просто смещается по длину волны вот мы достаточно высокой точностью можем померить это смещение а значит найти красное смещение Z а значит найти и скорость источника не очень высотих скоростей далеко от скорости света у нас красное смещение просто пропорционально скорости лучевой скорости источника. Понятно, что скорость именно по лучу зрения нас за источник интересует. То есть мы можем мерить линейные скорости как внутри галактики, когда же там скорость расширения оболочек, так и вот на очень далеких расстояниях. Таким образом, что получается? Мы можем померить расстояние, вот я еще раз вспомню, мы меряем лучевую скорость по красному смещению, меряем расстояние до галактики по сверхновому типу 1А, строим зависимость получаем линейную зависимость поначалу и находим коэффициент h. Вот по современным данным это где-то 67-72 км в секунду мегапарсек. На каждом мегапарсеке у нас такое старение происходит. Ну телескопы у нас совершенствуются, мы можем померить все более слабые объекты и вот очередной вариант диаграммы, на которой нарисовано вот по оси х это красное смещение, оно же скорость удаления, по оси у это ну вот расстояние по сути, разновлечена. И вот построив такую диаграмму до достаточно больших расстояний, да, больших красных смещений, народ заметил, что как-то странно себя здесь ведут сверхновые. Как-то вот эта вот картиночка загибается вверх, должна быть прямой, да, то есть как бы на больших расстояниях сверхновой починить ускорение, чем должны были бы быть, исходя из вот постоянной нашей скорости расширения Вселенной. О чем это говорит? Ужас. Ускорение. Говорит это про ускоренное расширение Вселенной. Вот Нобелевскую премию-то за что дали? Дали за то, что было открыто ускоренное расширение Вселенной, то есть видно, что раньше Вселенная расширялась медленнее, а ускоренное расширение Вселенной нужно объяснять. Как его сейчас объясняют? В помощи темной энергии, да, то есть надо как-то ее расталкивать, нашу Вселенную. Вот темную энергию приходится вводить, а теперь с ней мучиться, ну что делать? Вот таким образом приходится теперь, то есть мы еще больше ставим вопросов, находим ответы. Ну и теперь давайте обозрим еще раз наше шоковое состояние с самого начала, то есть мы меряем параллаксы звезд, близких годичные, а также групповые параллаксы скоплений звездных, близких к нам, движущихся. По ним мы калибруем светимости цифиит, переменных звезд, да, по ним мы калибруем сверхновые звезды типа 1А, по ним мы определяем расстояние хаббла, ну и все, что связано с нашей Вселенной. Структуру, возраст, скорость расширения, историю, можем даже картинку нарисовать. Это наша Вселенная, это не модель, это то, что я померюсь. Видите, что наша Вселенная неравномерно заполнено веществом, а имеет вот такие вот ячейки, да, вот там, где у нас есть какой-то цвет, значит, там есть масса, там, где нету цвета, это так называемые воиды. Вот, ну вот, получив ячеечную структуру Вселенной, ее еще нужно как-то объяснять, да, объяснить ее нужно через самое начало. Вот эти неодоросцы должны были появиться в самом начале, вот, но это уже совсем-совсем другая тема. А теперь я вам открою правду. Это все была визуализированная картинка. На самом деле, шоколад расстояние выглядит примерно вот так. Да, мы до этого будем вести такую красивую, простую вести, но на самом деле все, конечно, не так просто. Если бы мы последовательно калибровали одно по-другому, то доверия нам другое мало, нужно, конечно же, использовать различные независимые методы, и чтобы они более-менее давали эти же результаты. Вот здесь вот мы с вами говорим про эту часть. То есть про шоколады расстояния основаны на молодом населении нашей галактики, то есть на рассеянных скоплениях, на цифеидах, получаем потихонечку постоянную каблу. Но есть еще и старое население, например, шаровые скопления, в них же есть и другие переменные звезды, типа Эрабиры, вот на них основана своя шкала расстояний, и еще совсем недавно вот эти две шкалы расстояния основаны на молодых объектах, то есть объектах диска нашей галактики, и шкала, основанная на старых объектах, объектах сферических составляющих нашей галактики, давала очень разное расстояние до центра галактики, например, наше, что, конечно, странно казалось, но вот теперь мы более-менее трясли все вот эти вот шкалы расстояний. Конечно, есть еще дальнейшие горизонты для работ, но вот, по крайней мере, большого противоречия не наблюдается. Субтитры создавал DimaTorzok